Вторая глава Пророка Сафонии Вторая глава дает ответ на этот вопрос, хотя не очень внятный и не очень такой, пожалуй, конкретный. «Соберитесь, соединитесь, народ беспечный, пока не настал еще срок, пока пролетают дни, словно пыль, пока не постигла вас ярость гнева Господня, пока не настиг вас день гнева Господня». Есть еще время для изменения, для того, чтобы предотвратить, смягчить, каким-то образом что-то сделать. Что? Ищите Господа, все, кто смирен в этой стране, кто следует справедливости Его. «Ищите правды, ищите смирения, может быть, минует вас день гнева Господня». Ищите. А мы любим точные инструкции, как принимать лекарства, как ремонтировать автомобили, как строить дома, как заниматься какими-то определенными вещами. Господа надо искать, оказывается. Это не единственное место, не единственная книга, в которой говорится «ищите Господа». Мы любим говорить от имени Господа. Я читаю Библию, я от имени Господа вам сейчас говорю. Или кто-то скажет «у меня там священный сан, или у меня там богословское образование, я тоже от имени Господа говорю». Нет, ищите. Лично, каждый, и все вместе соберитесь, соединитесь. Не индивидуально, но как община, но при этом каждый в то же время и сам по себе. Искать – это значит быть неуверенным в том, что ты нашел, в том, что у тебя уже все есть, в том, что набор правил, набор каких-то богословских формул, набор каких-то богослужебных практик, молитв, постов и чего-то еще обеспечивает тебе полностью все, что тебе нужно и дает тебе стопроцентную гарантию успешности в этом деле. Нет, 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 нет. Поиск – это постоянное открытие. Мне кажется, вот один из главных уроков библейских пророков – это призыв искать. А как искать? Где? Мистика, богословие, богослужение. Он подсказывает – ищите правду, ищите смирение. То есть, ну вот просто, да? Не какие-то очень сложные обряды, не какие-то мистерии, не какие-то аскетические практики, в которых там человек изнуряет себя, а всего лишь поиск правды, чего-то настоящего, подлинного. Да, в любой жизни, в том числе в религиозной ее составляющей, всегда очень много придуманного и ложного. И смирение как просто вот того, что человек себя ставит не на первое место. И в этом уже и начинается поиск Бога. И вдруг, сразу после этих слов, минует день Днева Господня о других странах, которые как бы рядом. Да, вот филистимляне, прежде всего, давние враги Израиля, об этом говорится. Тогда исчезнет газ из глаз долой, аж келон опустеет, аж дот среди бела дня пойдет в плен, а корон будет искоренен. Это все филистимляне. Горе вам, жители страны прибрежней, народ киритеев, есть на вас слово Господне. Это он уже переходит к филистимлянам. А первая глава у нас была скорее про иудею, что вот в иудее все будет плохо. Но есть способ сделать так, чтобы этот день Господень, чтобы это бедствие, это происшествие иудею не коснулось. Вот именно искать Господа. И тогда это попадет рядом. Ханаан, страна филистимлян, уничтожу тебя, никого не оставлю, и станет прибрежная страна пастбищем луговым. Для отар овечих с пастухами будет этот край принадлежать остатку дома иуды. Будут они там пасти свой скот, а вечерами в домах аж келона отдыхать. Что, кстати, сейчас и происходит с государством Израиль. Потому что посетит их Господь, их Бог и восстановит их благоденствие. Но не забываем об условии, которые только что было сказано. Значит, хорошо сказать, вот наши соседи, эти нечестивые филистимляне, с ними все плохо, мы заселим их территории, будем пасти скот, отдыхать в их домах замечательно. Ищите Господа, чтобы это состоялось. Рецепт простой. И причем не сказано, найдите. Потому что, наверное, найти до конца невозможно. Можно только искать, можно только стремиться к этому. Я слышал злословие Муава, ругань аммонитян, как поносили они мой народ. Это еще одни соседи. Муав и аммонитяне, два окрестных народа. И они, соответственно, враждовались с Израилем. Поносили они мой народ, расширяя свои пределы. Пророчество Господа. Я жив. Естественно, это слава Бога. Из-за этого подобятся Содому, Муав и Гаморре, аммонитяне. Будут уничтожены. Взаросли крапивы и соляные копии. И пустошь обратятся навеки. Остаток моего народа возьмет их в добычу. Последние из моих людей в удел получат. Победа Израиля. Но опять-таки на том условии, которое названо выше. Это будет им за их гордость, что поносили они народ Господа воинства, завеличивались над ним. И стало быть, это не великая военная победа, не торжество там израильской военщины, как сегодня принято, или как в советское время было принято говорить, или образа жизни, или чего-то еще, или внутренней какой-то своей правды их. А это торжество народа Господа. То есть те, кто против Господа и против его народа, соответственно, они проигрывают в конечном счете. Страшен будет для них Господь. Сметет он с земли ее башков, языческих идолов, и поклонится ему каждый на месте своем. Вот, собственно, в чем смысл всех этих военных побед. Не в том, чтобы один народ получил то, что раньше было другого, или третьего, или четвертого народа, а в том, чтобы в конечном итоге все человечество через Израиль так или иначе обратилось к Господу. Все народы, что живут на островах, и вы, Кушиты, добыча для его меча. Кушиты, по-видимому, Эфиопия, хотя есть сомнения, может быть, это где-то скорее в Междуречии, точно неизвестно. Ну и еще один народ. Простет он руку на север, Ассирию погубит. Ниневия придет в запустение. Это столица Ассирии, Великой империи, которая во времена Сафония уже приходила в упадок, но еще существовала вполне. Ниневия придет в запустение, станет пустынной степью, возлягут посреди нее стада животные всяких пород, будут совы и филины ночевать на верхушках ее колонн, заухают в ее окнах, опустеют ее пороги и кедровые балки обнажатся. Так, кстати, с Ниневией произошло, впоследствии ее раскопали. Интересно, что в этой второй главе ближе к концу яркое противоречие с первой. Мы там читали, что конец всему живому, птицы, рыбы, звери. А тут в Ниневии прям зоопарк целый, совы, филины, всякие прочие жители, стада там целые будут отдыхать. Конечно, в первой главе явно было некоторое преувеличение. Вот мы говорили о том, что гибель всего мира – это в каком-то смысле известие о том, что весь мир так или иначе достойный этой судьбы. Не о том, что она обязательно его постигнет, а в том, что каждый народ имеет что-то свое, за что он может быть разрушен. Вот у Израиля есть выход из этой ситуации. Ну, в принципе, у всех есть просто. Израиль его знает, а остальные, может быть, нет. И про Ниневию дальше такое яркое описание столицы Ассирийской Великой Империи. Вот он, праздничный город, что ныне живет так беззаботно, говорит в сердце своем, вот я и никто, кроме меня. Как же стал он руинами, жилищем зверя, кто пройдет мимо, присвистнет и махнет рукой. Такой жест презрения, о-о-о, надо же, что стало, да. И вот, собственно, ответ на вопрос. Вот я никто, кроме меня. То есть, вот та самая гордость, то самое настроение, собственной уникальности, всесилия, собственной такой крутости, говоря простецким языком, вот это то, что приводит к этой гибели. А то, что может быть в Ниневии, а может быть у Израиля на свой лад. Это ведь не просто известие о том, что одному народу будет хорошо, другому плохо. Это известие о том, какие действия приводят к подобным последствиям и что можно сделать, чтобы их предотвратить. Это была вторая глава пророка Сафонии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова